Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня уникальная экскурсия. Мы в городе Павлова в семье у Евгения и Андрея Анфимова. Здравствуйте! Мы стоим среди таких чудесных зарослей. Это организовано в таком новом модном помещении, которое сейчас называется биовегетарий. Это пристроено к дому частному. Это круглогодичная отапливаемая теплица. Она организована на полностью автоматизированном обслуживании. Здесь всё подаётся автоматически. И отопление, и полив. Досветка. Вот вы видите, что фитолампы здесь. У нас об этом уже снят отдельный видеоролик. Там Андрей подробненько об этом разговаривал. А сейчас мы поговорим о том, какие биологические препараты здесь используются. Потому что главной целью была выращивание экологически чистых плодов. Да, биовегетарий, биопродукция, биопрепараты. Всё натуральное, естественно, никакой гидропоники и всего остального химического. Ну вот в семье трое детей, и поэтому, конечно, важно кормить своих деток такими экологически чистыми, вкусными овощами. И даже ягодами уже Евгения посадила земляничку. Она уже начала цвести. Да, я высаживала кустики с огорода. Они у меня тут в горшочках растут. Вот были несколько ягодок, съели. Вот сейчас опять у них начался цвет. Я хочу сказать, что сейчас у нас середина марта, а вообще вот это вот всё сооружение заработало у вас с октября месяца 2017 года. Да, да, первые посадки я сделала в конце октября. И рассады сажала, и сразу с семенами в грунт. Росло по-разному. Но урожай нас радует. И сейчас вот тут вот огурцы висят гирляндами. Пучковые так вообще это потрясающе. Они действительно вот букетами-букетами, такими завязями. Вот здесь вот за нами это томатные деревья высошенные, да? Да, томатные деревья, сорт сливка, оранжевые и розовые. Вот это вот оранжевые, вот они. Очень много цвета, да. Вот на каждой веточке. Я вот тут не все успела оборвать, посынковать, сформировать. То есть кустики, чтобы они больше света получали и лучше проветривались. И у меня дойдут до этого уроки, и я это обязательно сделаю. Но вот если честно, даже жалко оборвать столько цвета. Вот везде на каждой ветке по три, по четыре. Уже вот везде завязались вот помидорки. И они прям грозочками такими взяли. Да, первая грозочка у нас уже отплодоносила. У нас Ратмирка ее съел сам. Только укусить маленько получилось. Ратмирка это младший сын такой забавный. Любит очень тут бегать босиком, потому что здесь очень тепло. Выше 25 градусов. Вот и вообще это такое лето посреди зимы просто здорово. Итак, мы переходим к биопрепаратам. Вы говорили, что землю проливали для обеззараживания фитоспорином, да? Да, я проливала фитоспорин олимпийский. Да, да. Вот это К, а еще есть паста. Вот я сделала пасту, приготовила вот таким вот препаратом еще пролить. Проливала огурцы. Разводила вот эту пасту в воде и через леечку теплой водичкой. И вода у нас и в бочках капельный полив, и есть стек с крыши. То есть дождевая вода в бочках. Вот я ей проливала, разбавляла до нужной температуры горячей водой. И вот таким образом. Питоспорин олимпийский К, это с добавлением калия. И здесь очень много полезных еще и микроэлементов, и гуминовые вещества здесь присутствуют. Они стимулируют развитие корневой системы. И самое-то главное, что здесь содержатся полезные бактерии, которые убивают у возбудителей грибных заболеваний. Да, именно с этой целью я ему плевала. Да, да, да. Вот очень правильно вы делали, потому что вот, в общем-то, эти огурцы с октября месяца, если посажены до марта, они в прекрасном у вас состоянии. И листовой аппарат, я смотрю, и корневая система, в общем-то, здесь ничуть не страдает. Ну, вот такой олимпийский К, фитоспорин еще универсальный существует. Это тот же самый, по сути, препарат, только в порошковой форме. Кому удобно так, кому удобно в пасте пользоваться, можно делать по-разному. Еще у Евгении есть роса, да, огуречков. Это вот действительно круглогодичное такое выращивание. И вот мы не без подарков приехали. Это вот такое удобрение Гуми Кузнецова. Лично мне оно очень нравится. Для рассады это прям вот необходимая вещь, потому что здесь все сбалансировано по макро- и микроэлементам. Опять же, добавлены вот эти полезные бактерии. Еще плюс ко всему, здесь не обожжешь никогда корешки у нежной этой рассады, потому что дозы прям вот этих вот элементов подобраны очень-очень грамотно. Очень хороший препарат, с удовольствием буду пользоваться. Да. Еще раз у вас есть земляника, то вот такое удобрение тоже, пожалуйста, применяйте. Это все из одной серии производит компания Башенком. Называется Гуми Оми универсальные овощи, ягоды и цветы. То есть и для огуречков можно. Замечательно. Да, и для ягодок. И это все будет экологически чистой, потому что это на основе куриного помета. И тоже с добавлением гуминовых веществ. Ну и я хочу сказать, что вот урожай получается действительно очень вкусный. Мы сейчас уже перчики попробовали. Рад мир нас. Огуречки еще, да, предстоят. Да, угощал нас очень усиленно этими перчиками. Любит он и сам их грызть. Да? Да, да. Пока я тут занимаюсь, вот чего-то делаю, уже все в грядке тут между всеми сбегает, везде урожай посмотрит. Где понравится, сорвет, попробует. Все это не мытое, буквально можно и есть, потому что действительно никакой химии нет. Вот представляете, как это здорово, то есть вот иметь у себя под рукой круглый год вот такой вот урожай. Ну что ж, дорогие друзья, заходите к нам на канал, задавайте вопросы, если у кого-то они возникли. Мы их адресуем Евгению и Андрею, они обязательно ответят. И мы в комментариях поделимся там своими впечатлениями и советами. Спасибо, до свидания.